Хотя начало-то было отлично для Юскова, просто сил из-за этого вируса уже не осталось, чтобы достойно завершить дистанцию. Ну, возвращаемся на лед и приветствуем в очередной раз девушек. На сей раз командный спринт, не олимпийская дисциплина, которая в этом сезоне достаточно активно была представлена на этапах Кубка Мира. И в прошлом году на финале Кубка Мира, правда, пока, правда, очень немногие команды собираются для участия. В частности, вот в прошлом году на финале Кубка Мира лишь три команды у девушек бежали этот финал сегодня, лишь три команды побегут у ребят. Ну, а в первой паре здесь стартовали голландки и норвежки. В сборной Голландии представляет Флор Вандербрандт, Энис Дасс и, по-моему, Марит Лейнстра. А у норвежек Рипс, Рудбок и Ньятун бегут. Но, если кто вдруг не видел этой дисциплины прежде, стартуют втроем, но в отличие от командной гонки, где надо всем троим финишировать, здесь всего лишь три круга и по одному человеку каждый круг, ну, скажем так, заканчивает свой бег и добегает лишь один. Вот, соответственно, это тоже заимствованное из велотрека. Да, как раз то, что я хотела сказать, это те, кто наблюдают за велоспортом на треке, для них эта дисциплина более, вид программы более понятен. Соответственно, существует коридор, вот как раз он обозначен конусом на выходе из поворота. Это начало коридора, да, где спортсмен, который лидирует, может, скажем, отойти в сторону и дать возможность продолжить следующему участнику бег. Ну, зачастую стартуют спринтеры и завершают этот вид программы спортсмены, которые более тяготеют к средним дистанциям. Ну, в случае с голландцами это сейчас Лейнстра, в случае с норвежцами, соответственно, не Атун. А, нет, ну, нет, ну, нет, да. Ну, и Лейнстра выигрывает в этом споре, выигрывает сборная Нидерландов 1,27-48 и 1,28-16 у норвежьи. Ну, для сравнения, год назад в Хиренвене голландки пробежали 1,30-0,4. Вот такая прибавка. Ну, потихонечку-потихонечку осваивают эту дисциплину, присматриваются к ней. Я думаю, что со временем она будет также в олимпийской программе, может вполне себе оказаться. Ну, наверное, этого точно не будет в Кенчхане. Посмотрим, сложится ли впихнуть это в конькобежную программу Олимпиады в Пекине. Ну, на сегодняшний день уже конькобежный спорт самый медаль емкий. Да, уже 14 комплектов будет в Хиренвене разыграно. Ну, почему бы и не ставить дальше рекорды в конькобежном спорте. Я только за. Тем более, что есть там свободные дни, когда можно провести еще конькобежные соревнования. Сборная России и такой экспериментальный состав у нас. Надежда Асеева, да, Ольга Фаткулина. И Лиза Козелина. И Лиза Козелина. И японки Камия Цуджи и Ариса Гоу. Ну, вот Кадайра не бежит, любопытно. Но она и не была заявлена изначально. Да, да. Любопытная дисциплина, командный спринт. И, конечно, японки очень здорово себя проявили в этом сезоне. Но наша сборная идет второй. У нас падение, к сожалению, Лиза Козелина упала. Да, это был не день Бэкхэма. Это называется. Да, российская сборная сразу выбывает из борьбы. Ну, и отдает, соответственно, второе место в Кубке Мира. Да. Что-то непонятное такое произошло. Ну, просто избила левая нога у Козелина на первом шаге в повороте падение. Ну, что ж, еще раз повторимся. Пусть вот этот неудачный для российской сборной день будет самым неудачным за весь Олимпийский цикл. Когда упущены Кубки Мира Мурашовым на 500 метров, Юсковым на полуторке. И упущена вторая позиция в командном спринте. Ну, а японки, которые лидируют в зачете, и выиграли оба старта в этом сезоне в Нагана и в Херенвейне. Уверенно, естественно, идут к своему еще одному Кубку. Вы видите, японки идут по лучшему графику, опережая голландок, который фикнишировали в первой паре. Соответственно, с результатом 1 минута 27 и 44 сотые секунды. И нет, проигрывает японка. Слабенький крок сделала, да. Голландки отставали, правда, на 60 очков, дважды оставшись третьими по ходу этого сезона. Ну, и, соответственно, победа здесь не позволяет им выиграть весь Кубок Мира. Еще раз в повторе бег японок. Ну, в общем-то, не приходилось сомневаться вроде бы в победе японок. Ну, а это обидное падение Лизы Козелиной, которой доверили здесь стартовать. Здесь, к сожалению, не сложилось. Так старалась она удержаться за Осеевой и Фаткулиной этот старт. У нас небольшой сейчас перерыв, связанный там и с подготовкой льда в том месте, где как раз Елизавета Козелина упала.